Есть ли у кого-нибудь из вас такая работа, о существовании которой обычный человек даже не подозревает? Я вырезаю глаза у покойников. Я техник донорского банка глаз. Я хирургически удаляю у доноров роговицы глаз или глаза целиком для трансплантации или исследований. Я думаю, что большинство людей предпочло бы не знать о моей работе. Значит, когда я умру, я увижу тебя. Или не увижу. Физический гидрогеолог. На картах Земли я указываю потоки воды. Я работаю менеджером канала YouTube. Получается, что мне платят за то, что я дни напролет смотрю YouTube канал и поддерживаю его работу. Такой профессии не существовало, когда я училась в колледже. Меня не взяли на эту работу, но я подавал заявление на должность инспектора по наследию. Звучит неплохо, но это занятие подразумевало обход кладбищ, фотографирование могил и ведение журнала обхода. Мне очень хотелось получить эту работу, так как она очень необычная. А еще мне нравится гулять в одиночестве на свежем воздухе. Так что ты говоришь, делаешь на работе? Хожу и смотрю на могилы. Я ломаю игрушки, а затем пишу отчеты по тому, как они сломались. Эта работа сильно отличается от моей предыдущей, когда я делал ставки в онлайн-казино, зарабатывая достаточно для жизни и путешествий по миру. Я продаю лего по деталям. Сначала покупаю несколько наборов лего оптом на Амазоне или других интернет-магазинах, где есть скидки и выгодные предложения. Потом разделяю их на детали и продаю в моем интернет-магазине по отдельности. В основном мои покупатели бывают двух типов. Первое, взрослые, которым не хватает всего несколько деталей для завершения конструкторских шедевров, но они не хотят переплачивать. По типу, мне нужен только один маленький красный кубик 2х4 и ничего больше. Второе, родители, чей ребенок хочет конкретную мини-фигурку, которая бывает только в самом дорогом наборе. Малыш не хочет супер-пупер плейсет номер 12, ему по зарез нужен золотой ниндзя. Поэтому вместо того, чтобы тратить 130 долларов на большой набор, можно купить только фигурку за 15 долларов, и это отличное предложение для нас обоих. Как правило, разделение одного набора приносит мне 200-250% прибыли и даже больше, если я куплю набор на распродаже или ликвидации магазина. А еще мы с женой раз в месяц ездим в ближайший магазин Лего, который расположен в соседнем штате, где мы пополняем наш склад деталями «Выбери кирпич» на сотни долларов. Наш магазин все еще не велик, но многие люди очень разбогатели таким же способом после того, как долго и упорно трудились. Это требует некоторых первоначальных вложений, готовности в любую погоду бегать в почтовое отделение, порой, чтобы отправить всего лишь трехкопеечную деталь, и пригодятся отличные навыки обслуживания клиентов. Самый большой минус такой работы – ваши шансы наступить на Лего посреди ночи существенно возрастают, учитывая, что у вас есть в доме их более 100 тысяч штук. На прошлой неделе познакомился с одним парнем. Он скупает бывший в употреблении металл, который стоматологи использовали для пломб и коронок и так далее. Видимо, стоматологи используют много драгметалла в своей работе. Я работаю ассистентом в эскорт-агентстве. Я лишилась своей работы и очень хорошей работы около месяца назад. Сейчас я составляю график для эскорта. Почти все мои друзья в курсе, а мама думает, что я работаю личным ассистентом. Ведь в какой-то степени она права. Ассистент-шлюх. Я ремонтировал книги для библиотеки в течение некоторого времени. Мне кажется, большинство людей полагает, что когда книги становятся слишком потрепанными, их выбрасывают и заменяют новыми, если только это недорогие коллекционные издания. Собрание книг в библиотеке исследовательского университета сильно отличается от местных библиотек для обывателей. И почти все книги, которые у нас были, считались редкими. Не всегда они стоили дорого, но были по-своему уникальны. Я занимаюсь профессионально подбором бюстгальтеров для протеза молочной железы. К таким услугам обращаются женщины, перенесшие мастектомию. Обычно это женщины, у которых был или все еще есть рак молочной железы. Я руковожу программой обучения взрослых. Многие думают, что это какой-то книжный клуб для заучек, либо что я лишь выражаюсь неверно, но на самом деле я обучаю писать и читать детей постарше. К сожалению, моя профессия существует, потому что 1,6 взрослых не обучена грамоте в тех местах, где я живу. Моя специальность – медицинская иллюстрация. В частности, я занимаюсь медицинской юридической работой для судебной системы. Когда случайные встречные в самолете или других местах спрашивают меня, я всегда говорю, что я бармен. Это моя прежняя работа, так как терпеть не могу всем все разъяснять в подробностях. Плюсы такой работы в том, что я всегда знаю, как люди выглядят изнутри. Я работаю в супермаркете, и меня каждую неделю отправляют к нашему конкуренту, расположенному на противоположной стороне улицы, под видом обычного покупателя. Я беру с собой планшет, в который забит список товаров. Я нахожу их и записываю цены. И так каждую неделю. Я тайный покупатель. На моей прежней работе один парень приходил к нам и делал то же самое. В итоге мы просто предложили ему наш прайс-лист. У меня работа обычная, но вот один из моих приятелей пишет музыку для рекламы. Рекламные агентства отправляют его на самолете в Нэшвиль каждый второй месяц на недельку. И говорят, какого рода музыка им нужна на этот раз. У него уходит не больше 30 секунд, чтобы сочинить для них очередную тупую х**у. В компании, где я работаю, есть один мужик, единственной обязанностью которого является выдумывать патенты. Эти патенты даже не всегда бывают связаны со сферой деятельности нашей компании. Он может выдумать что-нибудь наподобие способа привязки Луны к Земле с помощью гигантской нити. Его служебная обязанность — мечтать. Я специалист по клиническим исследованиям. Фармацевтические компании платят мне, чтобы я занимался испытаниями лекарств. Я осуществляю все юридические, этические и нормативные изыскания и нахожу сотрудников для проведения исследований. Я сопровождаю все этапы исследований вплоть до того момента, когда лекарство доходит до пациента. Я готовлю корм для свиней. Их кормят не одной только кукурузой. Их питание разрабатывается на основании научных исследований. Их питание меняют почти ежемесячно в зависимости от погоды, поэтому мы постоянно изменяем их рацион питательных веществ. Одна маленькая деталь, которая меня постоянно удивляет. У свиней есть привычка откусывать друг у друга хвосты, чтобы утвердить свое превосходство. Но если мы увеличиваем долю магния в их рационе, они перестают кусаться, по какой-то причине это их успокаивает. Я работаю на атомных электростанциях по всей стране в период, когда их приостанавливают на полтора года или около того. Я прохожу внутрь реакторов, восстанавливаю и проверяю приводы двигателей с целью обеспечения безопасной эксплуатации. Напишу о паре деталей, если кому интересно. Нет, это совсем не как в Симпсонах. Да, я подвергаюсь воздействию радиации. И нет, я не свечусь по ночам. Воздействие излучений держат под строгим контролем, и моя работа практически не опасна. Мне очень хорошо платят, но работа все же довольно рискованная, учитывая возможность подвергнуться излучению и из-за высоких требований к качеству нашей работы. Моя работа состоит в том, чтобы побудить людей визжать и фотографироваться, целовать треску и говорить всякие глупости. Официально моя должность называется штатный крикопобудитель. Это работа в сфере туризма в провинции Ньюфаундленд. Ежедневная работа в течение лета, я хожу на нее по два раза в день. Именно таким образом мы по традиции встречаем туристов на нашем острове. Для меня это лучшая работа в мире. Я пишу инструкции по установке различного оборудования. Даже мои коллеги понятия не имеют о том, чем я занимаюсь. Я инспектор безопасности на стрельбище. Каждый день я прохожу по несколько километров на линии огня полной взрослых детей с заряженными пушками. И поправляю их, когда они делают глупости. Направленный на меня заряженный пистолет больше меня не пугает. Отчасти потому, что я уже лишился возможности что-либо чувствовать. Отчасти потому, что я ненавижу свою работу. И мгновенная смерть от пули занимает второе место в списке придуманных мной лучших способов покончить с этой работой навсегда. На первом месте ударить менеджера и уволиться. Я отвечаю за правительственную цензуру фильмов. То есть я целыми днями смотрю фильмы, еще не вышедшие в прокат. И делаю обзоры на порнофильмы, еще до того, как они поступают в магазины и киоски порнопродукции. Я орфоэпист. Я работаю в издательстве аудиокниг, где я проверяю правильность произношения имен людей, названий мест, различных предметов, иностранную речь. И все это ради создания видимости того, что актеры, зачитывающие эти книги, понимают, о чем они говорят. Если я не ошибаюсь, кроме меня, во всей стране есть еще лишь один орфоэпист. Я инструктор по использованию общественного транспорта. Я учу умственно неполноценных людей самостоятельно пользоваться общественным транспортом. Это потрясающая работа. Я аналитик в производственной компании. Я каждый день бегаю в магазин за печеньем и лаймовой диетической колой для моего начальника. Я графический художник в очень известной сети местных супермаркетов. Буквально все в этом магазине написано или нарисовано от руки, вплоть до ценников на полках. Я один из тех, кто встает рано утром для того, чтобы делать эту работу. Прикольные изображения на витринах? Моя работа. Прикольные узоры на окнах? Тоже я. Мультяшные персонажи на стенах? Все это сделал я. Когда я рассказываю о своей работе людям, выясняется, что никто из них никогда не обращал на все это внимание. Я делаю перетяжку струн на теннисных ракетках. Мои немногочисленные клиенты 1% от населения города. Я эпидемиолог. Когда люди спрашивают, кем я работаю, мне приходится повторить это 2 или 3 раза. А потом я просто говорю, я ученый-исследователь. Изменено. Немного поясню. Я эпидемиолог. Моя работа заключается в управлении эпидемиологическими исследованиями, которые включают в себя исследования и описание характеристик болезней США, ЕС и развивающихся стран, исследования фармаконадзора, направленного на выявление краткосрочных и долгосрочных побочных эффектов лекарств и лечения в клинических испытаниях, а также исследования для обеспечения безопасности участников клинических испытаний от любых прогнозируемых или выявленных побочных эффектов. А также я разрабатываю планы по сокращению рисков, координирую ретроспективный анализ данных и сообщаю о результатах наших исследований различным учреждениям. Я консультант по промышленной гигиене. Это что-то типа консультанта по вопросам здоровья и безопасности. Хотя я на самом деле девушка моложе 30 лет, мои клиенты до встречи со мной, например, на стадии переговоров или во время консультаций по электронной почте, часто называют меня плесеневый водитель, борец с асбестом, клопоуничтожитель и т.п. Я тот человек, которого страховая компания нанимает для расчета убытков. Нам звонят после обнаружения плесени или при нарушении правил безопасности работодателям. Тоже обращаются ко мне. Но я не работаю в управлении по охране труда. Я всего лишь консультант. Мне все равно, что вы делаете на работе, но можете не сомневаться. Я обязательно напишу кучу рекомендаций в своем отчете на основании нарушений, выявленных мной. Максимум, что я могу сделать, дать рекомендации. Я разрабатываю дизайн интерфейсов. Большинство людей не подозревает о существовании такой профессии. Когда я показываю результаты своей работы обычным людям, они ничего не видят. В такие моменты я осознаю, что делаю свою работу хорошо. Однако меня расстраивает, когда разработчики программного обеспечения не знают, что моя профессия существует. Я слежу за заключенными, которых выпустили по УДО, либо поместили под домашний арест. Некоторым из них устанавливают браслеты слежения на лодыжке, которые работают по GPS. А некоторых контролируют с помощью системы распознавания голоса. Во втором случае осужденному в любое время суток могут позвонить для проверки. Их голос заранее записывают, и программа сверяет, действительно ли это их голос. Если они не проходят проверку, им звоню я и задаю вопросы с целью идентификации личности. В зависимости от степени риска, я могу позвонить в полицию, чтобы сообщить о нарушении условий освобождения. Моя тетя руководит лыжным патрулем на горнолыжном комплексе Брэкенридж в Колорадо. Одно из ее многочисленных обязанностей — совершение облета на вертолете и инициирование лавины с помощью динамита, который она сбрасывает с вертолета, чтобы предотвратить случайное обрушение лавины отдыхающими. Я устанавливаю ручки на гробы. Все знают, что кто-то делает гробы, но никто не может себе представить, что есть специалисты по установке ручек на них. Я работаю в постпродакшене аудио. Когда вы смотрите фильм или телешоу, вы должны знать, что почти все звуки, которые вы слышите, не были записаны на микрофоны во время съемок. Кроме того, примерно половина диалога, который вы слышите, была добавлена через несколько месяцев во время сессии озвучки. Когда вы видите в кадре что-либо, производящее шум или издающее звуки, это обычно просто декорации. Мы стараемся использовать как можно больше естественных звуков, но это не всегда возможно. Мы можем часами работать над сценой, где два человека просто сидят за столом, разрабатывая тончайшие детали. И последнее, но не менее важное. Все звуки, которые вы слышите в экшен-фильмах, шум двигателя, лопастей вертолета, выстрелы, сирены, маневры, как правило, являются поддельными. Простите. Я хожу по различным домам для престарелых, притворяясь, что подыскиваю место для своей свекрови. Мне показывают, как все устроено в таких учреждениях, и я затем пишу отчеты по ним. А еще я записываю все телефонные переговоры. В эти дома меня направляют фирмы, которым они принадлежат, чтобы я выявляла там проблемы. Я занимаюсь стрижкой шишек медицинской марихуаны, изготавливаемой для больниц. Как-то раз в баре я познакомилась с парнем, который сказал, что он тоже стрижет шишки марихуаны. Я спросила его, делает ли он это для изготовления медицинской марихуаны, и он ответил, «Черт, а с два, я выращиваю ее незаконно, но мне по***ать». Больше пяти минут разговора с ним я не выдержала. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok